Господи, благочестивые отцы Алексеевны, братья и сестры, всех вас от души поздравляю с престольным праздником. Сегодня в нашей епархии Арсеньевской, уже не совсем новой, уже около 6 лет, как она существует, и сегодня в нашем богоспасаемом селе Новосыстроевка и в этом храме престольный праздник. Божья Матерь, наша покровительница, в честь нее мы празднуем дивный праздник Успения, который произошел без малого 2000 лет назад. Итак, Церковь Святая, Святая Соборная, Апостольская, Православная Церковь бережно хранит Святое Предание. Святое Предание состоит из двух частей, из Предания Писленного и Предания Устного. Писленное Предание – это книги Священного Писания, Веткого, Нового Завета. Но в Завете, как вы знаете, это четыре ваннилиста – Иоанна, Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяния Апостолов, Послания Апостолов и Апокалипсис. Но помимо этого есть еще и устное предание, которое пришло к нам от Святых Отец. И тоже часть этого предания напечатана, часть передается из уст в уста. Это, прежде всего, Вселенские Соборы, которых мы веруем и принимаем как семь Вселенских Соборов. Также это 14 поместных Соборов, канонические послания, которые остались от них. Это Святоотеческая литература и многое другое. И вот из Священного Писания нам известно о Рождестве Господа, Рождестве Божьей Матери, Рождестве Предтечи. И много других других событий, как Господь проповедовал, страдал за нас, пролил кровь, вознесся на небеса, сел от Десной Отца и многое другое. Но об успении не сказано в Священном Писании, но сказано в Священном Предании. Об этом много есть повествований, которые бережно хранились христианами, дошли до нас. И в иконах они запечатлены. Мы знаем, что когда Божья Матерь, по преданию, она прожила достаточно большую жизнь. И когда Господь на кресте страдал, и прежде чем испустить дух, Он сказал разбойнику, который защищал его от поругания, от других. И сказал, что сегодня, что из дней со Мною будешь и в раю. И также Он обратился к Матери Божией, которая стояла к своей Матери, и к ученику, любимому Иоанну Богослову, который единственный из всех апостолов, остался верен Ему, и сказал Ему, все Матери Твоя, а Ей сказал, все Сын Твой. И через это мы, по милости Божией, по благословению Божьему, получили заступницу рода христианского, Божию Матерь, которая наша является духовной наставницей и Матерью. И мы ее чадо. Так же, как и Матери Церкви Божией, Матери Божией. И чадо, чадо Церкви Божией, и чадо Божией. И вот, дорогие батьки и сестры, Иоанн Богослов, получив такое поручение, принял от Господа, он стал бережно хранить Божью Матерью, взял ее в дом свой, заботился о ней до самой старости. Когда она приняла блаженную кончину, там много было связано с этой кончиной. Ей дал с Архангель Гавриил, таинник Божий. Она просила, чтобы не видеть мерзких, лесовских причин. И действительно, сам Господь явился за Своей Матери, взял душу и бережно, и вознес на небеса вместе с Солом Амбелом. И врата адские были разрушены. Душу обычно всех людей берет в ад, но Господь не взял Божию Матерь на небо со всеми небесными силами. На это успение, как говорится, таинственно были собраны все апостолы от всех коммерц земли. Апостол Фома с Индией был восхищен на небе ангелами. На иконах изображаются успения, где стоят апостолы, провожают Божию Матерь, это Кухадра. А на небесах, на многих иконах, не больших, расширенных иконах, а на небесах апостолы, каждый с разных мест, то с Эфиотии, то с Испании, Британии, с Киеви, с Россией, посланней. И в других мест прилетают, как на самолетах сейчас, так и на облаках несомые ангелами. И чудесно были восхищены. И вот все собрались около Адра и провожали Божию Матерь. И было множество людей, не только 12 апостолов, были апостолы от 70-ти, 72 апостола, были и жены Мироносицы. Были множество людей, которые чтили Божию Матерь. И было дивное чудо. Мы знаем, что Божия Матерь жила недалеко от центра города Иерусалима, в доме Иоанна Богослова. Но, с другой стороны, пришлось идти через весь город, и в Семанию, там положили ее в отроды. И вот иудеи, которые гнали Христа и распяли его, гнали апостолов, прорученика стекла на поберега камняни, апостолов других, пытались Якова, убили. И многие других, они замышлены злоем, и некоторые первосвященники Афонии, зная, что Божия Матерь идет, явился перед ее адром и занес секиру, меч, чтобы поразить ее тело. Но невидимый рукой ангела был отсечен, на иконах его обычно изображают, и рука отлетела в сторону свечом. Он, когда осознав свое покаяние, кровь чудесным образом остановилась и начал каяться, просить Божью Матерь прощения. Дело в том, что эти иудеи знали по всем пророчествам, что придет Христос. И знали, когда пришел Христос, они понимали, что это тот истинный Христос, спаситель мира, помазанный Божий, спаситель, просвидитель мира. Но они хотели другого царя, не небесного царя, а Господь пришел в виде простого человека, в виде простого раба, в зрак раба прием. Они хотели земного владыку, чтобы править на земле, иметь богатство, удовольствие, силу, славу и прочее. И поэтому они угнали, боролись против Христоса, они были дали учения, хаббалические, вавиловские, египетские. И поэтому он и знал и то, и хорошее, и плохое, оно примыкало к злому. Но когда же был усечен мечом, ангела то раскаялся, он много плакал, и апостолы, по сожалению, в виде его покаяния приложили руку, и она чудесно приросла. И кость приросла, и жилы, и кровь там, и сосуды. И потом на руке у него остался такой шрам красный, наверное, до конца жизни. И он начал вести христианскую жизнь, принял Христа, и потом даже стал уже православным священником. И вот, дорогие братья и сестры, когда они шли через город, много было злобных людей, не только вот этот Афоний, но и много других. Мы знаем, что они очень в своей злобе свирепые, дают обеты, не есть, но же готовы на все. И есть два предания. По одному, когда они шли при Русалиме, тьма покрыла, и тьма, в смысле, туман покрыла, никто не видел этого шествия. Но я думаю, все равно это мало реально. По другому преданию, этот крестный ход, большое количество людей и деток, как при введении во храм, он был восхищен на небо. И они шли, ехали по воздуху, по воздуху, и дошли в неписимание, и Матерь Божия была покровена. Сейчас там есть гроб, и мы знаем, что через на третий день Божия Матерь воскресла. Апостол Фома, как опоздал на погребение Христово после воскресения, так и опоздал на погребение Божией Матери. Хотя был восхищен ангел из Индии, но опоздал на третий день. И вот они пошли, и апостол узнает, что Матерь Божия любила его, и сам апостол тоже любил Божию Матерь. Пришли в неписимание, отворили камень, с трудом большой камень был, и увидели, что гроба нету, осталась лишь пелена Божией Матери. Потом Божия Матерь появилась уже в горе Леонской, часто находится в Годнинской, находится в монастыре Марии Магдалины, там, по-моему, очень царь Совета Федоровна, сестра царицей. И явилась ему, дала свой амфор и сказала, ась есть с вами до скончания, и укрепила его. И всех апостолов. И с тех пор сохранилась преданная. И священники после ретургии, когда собирались апостолы, они вспоминали Господа и Божию Матерь. И Божия Матерь их посетила. И с тех пор мы все поминаем о божественной ретургии Божией Матерь. Просим ее молитв и заступничество. Праздник Успения – один из самых главных праздников в Северской Церкви. На третий день, вот день Успения, празднуется праздник, а на третий день бывает особый день по празднук с чином погребения Божией Матери. Бывает это в этот день, бывает на второй, бывает и в третий. У нас в соборе это будет, не знаю, как здесь, Батюшка. И у нас два престольных праздника здесь и в Божию Матери. Вот завтра будет крестный ход в одиннадцать часов от Чугуевского храма, проживая 17 километров до Улыбья Фадеева. До престольного праздника. И там будет как раз чин погребения Божией Матери. Там поются такие стихиеры. Мы знаем, что обычно в воскресенье поют «Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу». В день погребения и воскресенье Божией Матери поются стихиеры «Воскресенье Божией Матери видевшее, поклонимся Божией Матери и Господу Иисусу Христу». Поэтому мы празднуем практически день воскресенья Божией Матери. Но он празднуется прикровенно, чтобы не вмолить день воскресенья Христова. Поэтому, слава Богу, сегодня мы служим здесь, артиллерийская служба, а завтра пойдет крестный ход. Я уже четвертый раз пойду. Он четвертый раз совершается, этот крестный ход. Каждый раз мне удается в этом крестном ходу поучаствовать. У нас всех желающих и батюшек, и Песклассик проедет с нами тоже. И вас, значит, приглашают по желанию, конечно, на этот крестный ход. Там отец Анатолий его организует. И 17 километров до Улыбья. А в том, кому тяжело все 17 километров детей. Может, километры пройти, а 16 километров проехать на автобусе. А может, наоборот, 16 километров по усталости проехать. А может, без тебя слепот пройти. И пропеть приступление. Такая благодатная служба. Еще раз всех поздравляю с праздником. Желаю, чтобы этот приход возрастал. Большая благодарность Богу, что Он дал нам милость Божией Матери Божией, которая является покровительницей рода христианства для нас грешных. Слава Богу, храм строится, храм красивый. Сейчас он украшается по крову, Бог даст закончиться полностью. Хотелось бы. Ну, может, немножко и не успеет, и что-то закончим. Главное, что лепнина сделана. Сейчас делается очень, храм будет красивый, просто один из самых красивых. А стоит он на дороге, все его видят в центре села. Народ, конечно, пока не мало. Немного ходит, я думаю, сейчас получше будет. Все зависит от нас, священников, прежде всего, как мы будем молиться. От вас, верующих. Большая благодарность дорогой нашей Матери Семне. Простая женщина родилась здесь. Потом жила в Арсеньеве, в Семеновке, в Арсеньеве. Родила сына. И сын стал, как говорится, значимым, сильным, богатым. И помог построить Арсеньевский наш собор. Здесь сейчас строит, помогает. Еще храм в Владивостоке строил, дай Бог ему, многого здоровья. И Матери Семне тоже благодарность. И мне хотелось бы от себя лично и от наших батюшек дорогих построить, подавить Матери Семне, можно вас Матери Семне попросить про сворочку, а от прихожан подарить такую замечательную картину, сирень, чтобы вы, как говорится, как раз в стиле вашего платья, чтобы, как говорится, молитва ваша была глуханна, как осирень, и сияли добрыми делами Богу. Как говорится, то, что раньше у вас характер был, так скажем, непростой, сейчас именно стали более кроткой, смиренной, доброй, молите за себя. Ну, немножко остатки, если чего, дай Бог вам, многих сердцах, и просторочку возьмите. Спасибо. Помогите взять, не захотите, напишите. Это вторая класса. Да нет, нет, это с приходом все. Все равно, это с двух наших приходов. Да, с двух приходов, да, я от отца, от отца Николая, конечно. Спасибо, Господи. Давайте споем многое лето Марии Алексеевне, сыну ее Алексею, и всем благодетелям, строителям, прихожанам, с вами к вам и сего. И всех предстоящих молящихся, и сохранить нам многое благое обеда. Многое лето, многое лето, многое лето. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже. На многое лето, на многое лето. На многое лето. С праздником, дорогие братья и сестры! Спасибо Господи! Причастники, выслушайте молитвы по святому причащению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!